Прочитал интересную информацию, касающуюся Одесской области. Делюсь. Одесская область, наряду с Харьковской и Запорожской, примет участие в проекте Евросоюза «Смарт-специализация», призванного содействовать увеличению инвестиций в экономику региона и развитию его конкурентных преимуществ. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации. Европейский фонд регионального развития выделяет пилотным регионам до 200 тысяч евро начальной финансовой помощи для привлечения внешних экспертов. Также запланирована помощь от Европейской обсерватории кластеров и промышленных изменений. Начну с расшифровки словосочетания «Смарт». Это мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач. Первое известное использование термина упоминается в работе Пола Мэйра в 1965 году. И еще одно определение, которое я буду использовать в этом монологе. Бэкграунд. Это все относящееся к жизни, образованию, связям, опыту человека, его интеллектуальный уровень, культурная подготовка, степень образованности, жизненный и профессиональный опыт. Вот как определил экономический аналитик Алексей Кущ этот самый бэкграунд нынешнего украинского правительства. Достаточно посмотреть на бэкграунд нашего правительства в виде их образования, опыта, работы. Там нет глубинного понимания тех процессов, которые происходят в экономике. Самое главное, что нет стратегического глубинного мышления. То есть у нас существует так называемая рентная модель экономики, которая очень хорошо администрируется с помощью бюрократической иерархии, созданной в Украине. Рентная модель предполагает, что базовые элиты кормятся с 3-4 базовых финансовых потоков, которые генерируются внутри страны на таможне, на рынке энергоресурсов и коммунальных тарифов, а также в бюджетной сфере и системе государственных закупок. И для того, чтобы снимать сливки с этих финансовых потоков в размере 20-30% в год, что равно примерно сумме 5 миллиардов долларов, не нужно никакого образования. Это такая комфортная ванная для чиновников, где они себя чувствуют прекрасно. И у них нет никакого желания ломать эту рентную модель и создавать совершенно иную модель, нацеленную на экономический рост, развитие малого и среднего бизнеса. Почему? А в таком случае нужно будет размывать эту модель в пользу миллионов украинцев. По этой причине в Украине и нет модели экономического роста. Можно, разумеется, пудрить мозги обывателю рассказами об участии в разных международных проектах. Это мне напоминает рассказы о создании в Одессе и области технологических парков с участием мировых инвесторов. Но кроме слов и создания дирекции этих самых технопарковых числа бюрократов, дело так и не пошло. Ни европейцы, ни китайцы к нам не приехали, ибо они хорошо знают о рентной модели экономики Украины, которая напрочь убивает любого инвестора, ибо государство озабочено не инновациями, а контролем над перечисленными выше финансовыми потоками, которые можно легко деребанить. Продолжение следует...